Читаем вместе. Сегодня мы начинаем читать новую книгу под названием «Ты дивно устроил внутренности мои» авторы Пол Брент и Филипп Янси. Эпиграф. Цитата из Блаженного Августина. Люди покидают очи дом для того, чтобы восхититься величием неприступных горных вершин, мощью необузданной морской стихии, величавым спокойствием полноводных рек. Они не перестают поражаться необозримостью океанских просторов, неотрывно следят за движением звезд на небе, и лишь самих себя они не замечают и проходят мимо. Блаженный Августин. Псалмопевец. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очереве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Псалм 138, 13-14 стихи. Содержание. Клетки. Кость. Кожа. Перемещение. Четыре раздела. Раздел клетки. Составные части. Распределение обязанностей. Многообразие. Ценность. Единство. Служение. Неповиновение. Кость. Внутренняя опора. Прочность. Слобода. Рост. Адаптация. Жизнь наизнанку. Кожа. Видимая часть. Восприятие. Податливость. Прикосновение. Любовь. Противостояние. Перемещение. Движение. Равновесие. Отклонение от нормы. Иерархия. Водительство. Присутствие. Предисловие и примечания. Предисловие. По всей книге, за исключением данного предисловия, личное местоимение «Я» будет относиться к доктору Полу Бренду. Она написана от его имени. В отличие от большинства созданных в соавторстве книг, наше сотрудничество – это не сотрудничество журналиста и богатого опытом дилетанта от литературы. Впервые я повстречался с доктором Брэндом, когда собирал материал для своей книги «Где же Бог, если мне так больно?». У него огромный врачебный опыт. Он много знает о физической боли. Он пользуется большой популярностью как хирург и специалист по восстановительной терапии. Не менее известны его новаторские исследования-проказы. 18 лет он проработал в больницах для прокаженных в Индии. За свои выдающиеся заслуги доктор Брэнд получил звание лауреата премии Альберта Ласкера, стал почетным обладателем ордена Ее Императорского Величества Королевы Елизаветы. Биография доктора Брэнда описана в книге «Десять пальцев Бога». Цитата. «Когда голос звучит особенно громко, бывает трудно разобрать услышанное. Прислушиваешься к эху, чтобы расслышать непонятное слово. Бог и природа являются для нас голосом и эхом». Генри Драмонт. Я много слышал о докторе Брэнде еще до встречи с ним в лепрозории города Карвилля, штат Луизиана, где он живет и работает. Но тогда я не знал, что вся его жизнь и все его помыслы неразрывно связаны с христианством. Этот страстный исследователь, специалист, орнитолог, великолепный альпинист и садовод, использующий только органические удобрения, не мыслит своего существования без духовного роста. Во время нашей второй встречи доктор Брэнд Ромка протянул мне 90-страничную рукопись. Некоторые страницы были напечатаны на машинке, другие написаны неразборчивым почерком, почему-то всегда присущим врачам. Рукопись – это его размышления о человеческом организме. Лекции, прочитанные в христианском медицинском колледже в городе Веллари, Индия. Нас врачей, сказал он мне, можно сравнить с жалобной книгой. С утра до вечера клиенты жалуются нам, рассказывают, что у них болит. Рукопись долго пролежала у меня в столе. Это мои размышления обо всем, что сотворил Бог. Я использовал уже известную аналогию из Нового Завета. Новый Завет сравнивает Церковь с телом Христовым и развил ее с учетом последних достижений науки. Любопытно, все медицинские открытия служат подтверждением слов апостола Павла. Мне давно хотелось написать эту книгу, где я мог бы сравнить тело человеческое с телом Христовым, проследить гармонию физического и духовного миров. Черстен в Иссе Франциск Оссиский выдвигает свое объяснение жуткому периоду Средневековья. Язычество и мифология настолько вошли в повседневную жизнь, что христиане перестали воспринимать природу как часть данного Богом откровения. Было бессмысленно уговаривать этих людей исповедовать естественную религию, где отводилось место и звездам, и цветам. Для них не существовало ни цветка, ни даже звезды, которые не были бы запятнаны. Им пришлось идти в пустыню, где невозможно было найти ни одного цветка, и даже залезать в пещеру, откуда не было видно звезд. В результате, в тот период истории, искусство пришло в упадок. Христиане отторгли природу от духовного мира. В наше время происходит нечто подобное. Природа лишилась священного смысла. Только сегодня христиане поменяли ее не на язычество, а на физику, геологию, биологию, химию. Таким образом, мы тоже перестали считать природу частью Божьего творения. В лице доктора Брэнда я увидел человека, добившегося бесспорных достижений в области науки, и в то же время твердо уверенного – природа есть отражение своего творца. Вместе мы сделали много интересных выводов из своих наблюдений. Потом, в течение нескольких месяцев, я отбирал результаты научных исследований, подтверждающих каждое описанное нами сравнение. Я долгие часы беседовал с доктором Брэндом. Меня поражала необычайная скромность этого человека. Мне стоило огромных усилий пробить стену его английской сдержанности и услышать удивительные рассказы из его личной жизни. Мы с доктором Брэндом надеемся, что наша книга перекинет мост над пропастью, отделивший тварный мир от Создателя. Бог сотворил материю. Он вложил свою созидательную сущность в этот мир, особенно в устройство нашего тела. Как не возблагодарить его за это? Мы также очень надеемся, что книга приоткроет завесу в мир духовного взаимодействия между членами тела Христова – Церкви. Это точное название. Тело Христова дали Церкви авторы Нового Завета. В первой книге мы поговорим о теле и четырех его составных частях, об остальных – в других книгах. Когда слепому пытаются объяснить, что такое алый цвет, ему говорят – он напоминает звук трубы. Также и у нас. Метафоры – единственный способ отразить духовный истин. Вот почему они используются в Библии. Образный язык обладает огромным воздействием. Джон Тейлор писал «Ни один человек не является островом в океане жизни». Эти слова куда сильнее, чем «Ни один человек не является полностью независимым и самодостаточным». Среди религиозных изданий преобладают книги со сложным богословским содержанием или книги, основанные на личном духовном опыте авторов. Мы хотим, чтобы наши сравнения открыли для вас новую грань восприятия окружающего мира. Если вас заденет столь детальное развитие библейского сравнения, то смело откладывайте книгу в сторону. Мы не хотим искажать истину, чтобы привести ее в соответствие собственными мыслями. Не исключено, что вы убедитесь, человеческое тело чрезвычайно похоже на своего духовного двойника. И вас перестанут смущать описанные в книге приземленные материи. Филипп Яльси Часть первая. Клетки Первая. Составные части. Эпиграф. Я попытался представить себе нашу Землю в виде человеческого организма, но у меня ничего не вышло. Я не смог представить планету как организм. А вчера вечером я ехал на машине по зеленой холмистой местности, что на юге Новой Англии, и снова подумал о нашей планете. Если это не человеческий организм, то что же? На что похожа Земля? Я долго размышлял. Неожиданно меня осенило. Больше всего Земля напоминает живую клетку. Льюис Томас Отчетливо помни, как я первый раз увидел под микроскопом живую клетку. Тогда мне был 21 год, и я проходил краткий курс тропической гигиены в Левинстонгстон колледже в Англии. Мы изучали строение паразитов. Все наши образцы были мертвыми, а мне хотелось увидеть живую амебу. Однажды рано утром, пока лаборатория еще не заполнилась голдящими толпами студентов, я прокрался в наш научно-исследовательский корпус. Это было внушительное здание из красного кирпича, расположенное рядом с прудом. Из этого пруда я кружкой зачерпнул воды. Обрывки прошлогодних листьев плавали на мутной поверхности, пахло гнилью. Я нанес капельку воды на стеклышко и положил его под микроскоп. И тут передо мной открылась вселенная. На моих глазах происходило столпотворение сотен микроорганизмов. Малюсенькие одноклеточные шарообразные кристаллики дышали, переворачивали, перемещались с места на место. Их привело в движение тепло, исходившее от лампочки микроскопа. Я немного передвинул стеклышко, наблюдая за быстро движущимися микроорганизмами. Ага, вот то, что мне надо. Прямо передо мной была амеба. Полупрозрачная, тонюсенькая, отливающая синевой щепочка. Ее можно было видеть и невооруженным глазом, но микроскоп позволял заглянуть ей внутрь. Где-то я слышал, именно амеба – самая первая из всех появившихся на Земле живых существ. Случайно миллионы хаотично вращающихся атомов дали начало жизни. И в этом их огромное отличие от простой материи. Будучи крошечным комочком тины, амеба выполняет те же основные функции, что и мое тело. Она дышит, переваривает пищу, выделяет экскременты, размножается. Она передвигается особым образом, раздувая передний выступ и перекатываясь совершенно легко и без усилий, будто капелька растекающегося по столу растительного масла. После часа двух такой бурной деятельности, маленький водяной шарик продвигается на сантиметр. Кишащая движущимися существами капелька воды, наглядно рассказала мне о жизни и смерти. В этой амебе я увидел отдельно взятый экземпляр, наполненный неугасимой жаждой жить и плодить себе подобных. Тогда во мне появилось жгучее желание изучить живую клетку. С тех пор прошли годы, а я по-прежнему работаю с клетками. Но теперь я врач и изучаю процессы взаимодействия клеток в человеческом организме. Сейчас у меня уже своя лаборатория в Лепрозории, расположенном на болотистом берегу Миссисипи в городе Карвили, штат Лузиана. Я, как и раньше, прихожу в лабораторию рано утром, пока еще тихо. Но сейчас не лето, а зима. Тишину нарушает, лишь негромкое гудение, флуоресцентные лампы под потолком. Сегодня я пришел не для того, чтобы заниматься амебой. Я буду изучать находящуюся в зимней спячке летучую мышь альбиноса, спящую в коробочке у меня в холодильнике. Надеюсь, эта мышка поможет мне исследовать реакцию организма на внешние воздействия и инфекцию. Осторожно я беру мышку в руки, кладу на стол с животом вверх и расправляю ей крылья. Она распласталась крестом. Мордочка летучей мыши очень напоминает человеческое лицо, только какое-то таинственное, загадочное. Такие же морщинистые лица можно увидеть у музейных экспонатов. Мне кажется, она вот-вот откроет глаза и завопит, но она крепко спит. Я осторожно помещаю крылышко моей мышки под микроскоп и снова передо мной открывается вселенная. Я подглядываю в замочную скважину мира. Кожа под крылом этого животного альбинос настолько светлая, что прямо под ней просвечивают все клеточки. Вокруг них отчетливо видны пульсирующие сосудики, по которым течет кровь. Я фокусирую микроскоп прямо над голубоватым капилляром, внимательно вглядываюсь в него. По нему движутся четко различимые кровяные клетки, сталкиваясь и ударяясь друг от друга. Эти красные кровяные тельца присутствуют у нас в крови в огромном количестве. На вид это гладкие, лоснящиеся дискообразные кружочки. Мне они почему-то напоминают пирожки с повидлом. Все эти десятки клеток одной формы и одного размера как будто отштампованы на станке-автомате и совершенно безликий. Гораздо больше интерес представляют белые кровяные тельца. Это своего рода вооруженные силы организма, стоящие на страже его здоровья и в случае необходимости вступающие в битву с захватчиками. Они выглядят точно так же, как амеба. Аморфные набухшие шарики, наполненные жидкостью, среди которой просвечивает темное ядро. Они странствуют по организму мышки, то вытягиваясь в длину и становясь похожими на длинный указательный палец, то горбясь и сутулия, чтобы уместиться в ограниченном пространстве. Иногда они ползут, как гусеницы, по стенкам сосудов, порой свободно плывут по течению, дрейфуют вместе с потоком крови. Перед входом в узкие капиллярные сосудики наблюдается такая картина. Белые тельца один за другим вытягиваются во всю длину и заплывают в сосуд, а красные в это время толпятся в тесноте позади них, зажидаясь своей очереди. Когда наблюдаешь за белыми клетками, видишь, что они слишком вяло и бесцельно шатаются по своей территории. Думается, они не смогут отбить атаку неприятеля, если потребуется. Но так кажется только на первый взгляд, пока не начнется настоящая атака. Я взял стальную иголку и осторожно, стараясь не разбудить мышь, уколол ее в крылышко, проткнув тонкий капиллярный сосудик. Было такое впечатление, что прозвучал сигнал тревоги. Мышечные клетки сократились вокруг поврежденной стенки капилляра, предотвращая потерю драгоценной крови, а свертывающие вещества остановили кровотечение на поверхности кожи. Они сделали это раньше, чем длинные клетки-мусорщики прибыли для расчистки завала, и раньше, чем фибробласты клетки соединительной ткани собрались на поврежденной поверхности. Но самые драматические изменения произошли с вялыми белыми тельцами. Казалось, будто они ощущают запах. Мы до сих пор не знаем, как они обнаруживают опасность. Они резко прекратили свое бесцельное шатание именно в тот момент, когда было нужно. Как гончие псы при виде кролика, они устремились с разных сторон к месту атаки. Используя свои уникальные свойства принимать любую форму, эти клеточки проползали между сгрудившимися клетками стенок сосуда и быстро пробирались через ткани по самому кратчайшему маршруту. Сразу по прибытии они вступали в бой. Ленард Нильсон, шведский фотограф, известный своими уникальными снимками процессов, происходящих внутри человеческого организма, снял на видеопленку через электронный микроскоп атаку белых кровяных телец. В его фильме бесформенная белая клетка, похожая на наполненный водой воздушный шарик, переваливается навстречу россыпи ярко-зеленых шариков бактерий. Клетка клякса натягивается на эти шарики, как одеяло, принимая их форму. Какое-то время они еще тускло светятся внутри белой клетки. Но эта хитрая клеточка содержит в себе гранулы химических взрывчатых веществ. Как только бактерии полностью всасываются внутрь нее, гранулы взрываются. Захватчик побежден. Через 30-60 секунд остается лишь одна раздувшаяся белая клеточка. Частенько эти клетки выступают в роли камикадзе. В результате проведенной операции они погибают. С экономической точки зрения смерть одной белой клетки не причиняет вреда организму. Большинство таких клеток живет от нескольких дней до нескольких недель. И хотя по организму взрослого человека постоянно путешествуют 50 миллиардов активных клеток, в 100 раз большая сила имеется в запасе. Она содержится в костном мозге. На клеточном уровне массированные военные действия – это обычная каждодневная работа. На краю стакана с питьевой водой могут притаиться около 50 тысяч захватчиков. В оставшейся на чайной ложке слюне может спрятаться миллион разрушителей спокойствия. Бактерии распространяются по всему нашему телу. Каждый раз при мытии рук мы смываем с кожи до 5 миллионов бактерий. Читаю ссылку, сноску. Огромное количество бактерий, обнаруженных с помощью первого в истории микроскопа, настолько ошеломили ученых, что очень скоро началась борьба с этой заразой. Тут же появились дезинфицирующие вещества для стерилизации бытовых предметов. Но увы, слишком часто бактерицид, иными словами убийца клетки, разрушал и хорошие клетки организма. Сейчас мы уже понимаем, что представляет истинно опасность для нашего организма, и уже не так боимся микробов. В наше время химические бактерицидные средства представляют большую опасность для тела человека, чем микробы. Я предпочитаю доверяться в этом процессе собственным клеткам. Итак, каждый раз при мытии рук мы смываем с кожи до 5 миллионов бактерий. Чтобы отразить натиск неприятеля, разные виды белых кровяных телец сражаются с определенными видами захватчиков. Если организм имел контакт с серьезной опасностью, например, если ему сделана прививка от оспы, то в нем появились белые клетки, запрограммированные на победную борьбу именно с этой болезнью. Эти клетки в течение всей своей жизни, как разведчики, перемещаются с кровотоком по организму и ждут своего часа. Чаще всего они остаются невостребованными, но в случае необходимости им хватит собственной мощи, чтобы справиться с вторжением неприятеля. Они не допустят разрушения ни одной клеточки организма. Я не раз размышлял над парадоксом этого явления. Амеба и ее зеркальное отражение – белая клетка. Амеба, будучи отдельным замкнутым организмом, самостоятельно осуществляет все жизненно важные функции. Другие клетки нужны ей только в качестве пищи. А вот белая клетка, очень похожая на амебу по строению и внутреннему устройству, гораздо менее независима. Ее удел – заботиться о человеке или животном. Часто ей приходится жертвовать своей жизнью ради спасения всего организма. Эта клетка ограничена в самовыражении, но она выполняет жизненно важные функции, подвластные только ей. Амеба убегает от опасности, белая клетка движется ей навстречу. Белая клетка способна сохранить жизнь выдающейся личности – Бетховену, Ньютону, Эйнштейну или вам и мне. Иногда человеческое тело представляется мне обществом, состоящим из отдельных индивидуумов, таких как белая клетка. Клетка – основная единица организма. Она может либо существовать сама по себе, либо оказывать помощь и поддержку всему организму. На память приходят слова апостола Павла из 12 главы 1 послания Коринфяна, где он сравнивает Христову Церковь с человеческим телом. Меня воодушевляет точность этого сравнения, потому что она подтверждается реальными фактами, тем, что я вижу в микроскоп. Так как аналогия Павла представляет собой основной принцип Божьего творения, я хотел бы дополнить ее следующим образом. Тело человека является единым целым, состоящим из большого числа клеток. Хотя клеток бесчисленное множество, они образуют одно единственное тело. Если бы белая клетка сказала «Я не клетка мозга, а поэтому не принадлежу телу», она не перестала бы быть частью тела. Если бы клетка мускульной ткани сказала «Я не клетка оптического нервного волокна, а поэтому не принадлежу к телу», она не перестала бы быть частью тела. Если бы все тело состояло из клетки оптического нервного волокна, как мог бы человек ходить? Если бы все тело состояло из слухового нерва, Как он мог бы видеть? В действительности Бог организовал клетки в нашем теле все до единой, так же, как он счел наиболее разумным. Если бы все клетки были одинаковыми, что бы это было за тело? Мы имеем то, что имеем. Много клеток, но одно тело. Эта аналогия значит для меня еще больше. Рука или нога или ухо не способны существовать отдельно от тела. Клетка способна. Она может либо служить телу, как его верноподданный гражданин, либо жить отщепенцем. Некоторые клетки выбирают следующее. Они живут в организме и пользуются его благами, но при этом не приносят ему никакой пользы. Я говорю о паразитах и о раковых клетках.